Приветствую всех! С вами Олег Саламаха. Сегодня мы с вами посмотрим, как закончились партии шестого тура супертурнира Норвей Чес, который проходит у нас в Норвегии, в городе Ставангер, где играет экс-чемпион мира Магнус Карлсон и другие сильнейшие шахматисты, такие как Фабиана Круана, Ани Шгири, Надербек Абду Саторов и другие, которых вы можете видеть сейчас на картинке на ваших экранах. Давайте же посмотрим, чем завершились партии шестого тура. Внимание на экран! Формат следующий. Круговой турнир, 10 игроков, то есть 9 туров у нас будет, 2 часа на первые 40 ходов, временной контроль, и 10 секунд добавляется после 40 хода, то есть добавка начинается после 40 хода. Если ничья, то тогда игроки играют тайбрейк, состоящий из Армагеддона, где у белых будет времени больше, черных зато устраивает ничья. И запрещено соглашаться на ничью до 30 хода. Вот такой вот у нас формат турнира. В шестом туре играет Дамараджо Гукеш против Ани Шигири, Ориантари против Магнуса Карлсона, Алира Зафи Руджа против Хикару Накамуры, Шахрияр Мамедяров против Уэс Лисо, и Надербек Абду Саторов против Фабиана Круаны. Белыми играл Шахрияр Мамедяров, черный играл Уэс Лисо. В классической партии у нас был разыгран принятый ферзевый Гамбит, после ЕД конь Д4, конь Д7 Слон С4, конь Ф6 рокировка, белые заканчивают развитие, черные занимаются тем же самым, и белые играют Ф3, укрепляя пешку на поле Е4. Конь Е5, слон Е2, ферзь Е7, слон Ж5, и слон бьет С3, решает сыграть Уэс Лисо, испортить белому структуру на ферзевом фланге, но при этом у белых взамен преимущество двух слонов. С5, конь С2, ладья Д8, ферзь Е1 и Аш6. Кажется, как будто черные завладели инициативой, потому что последними ходами они все время нападают, и заставляют белых обороняться, и Шахрияр Мамедяров меняется на поле Ф6, ведь преимущество двух слонов заключается в том, что одного из них всегда можно в нужный момент поменять. Ферзь бьет Ф6, конь Е3, и конь направляется на поле Д5, идеальную для него стоянку. Конь Д3, слон бьет Д3, ладья бьет Д3, конь Д5, ферзь Д8, ферзь Е2 и С4. Приходится играть черным, иначе просто качество теряется. Ладья Д1, активную ладью Шахрияр Мамедяров выменивает, ладья Д1, шах, ладья бьет Д1, и Б5, играют черные, укрепляя пешку на поле С4. После А4, А6, ферзь Б2, ферзь А5, АБ, АБ, белые получают мощного коня, ну а черные, возможность образовать проходную пешку по вертикали на ферзьевом фланге, по вертикали С, прорывом Б4. Х3, слон Е6, конь Ф4, ладья Б8, король Х1, Б4, и после СБ ладья бьет Б4, цель выполнена. Ферзь С3, ферзь Б6, конь бьет Е6, ФЕ, и получается переход в тяжелое фигурное окончание. Ладья Д7, ладья Б1, шах, король Х2, ферзь Б8, шах, и тут приходится играть Е5 и перекрывать матовую угрозу на поле Ж7. Ведь если сыграть Ж3, то этот ход с треском проигрывает партию после шаха на поле Б2. Затем переход в ладейное окончание, ну и после хода С3 легко черные побеждают, так как грозит С2, ладья Б1, шах и С1, ферзь. Здесь белые абсолютно беспомощны. После ферзь Б8 пришлось играть белым Е5, но теперь нету мата на Ж7. Ферзь Б6, играют черные с идеей шах дать на поле Ж1. Ладья Д4, перекрылись, и пешка на поле С4 атакована. Ладья С1, теперь невыгодно бить на поле С1, потому что после ферзь бьет Д4 у черных будет явный перевес в ферзевом окончании. Ферзь Д2, ферзь Б1, ладья Е4, король Х7, ферзь Д6 и шахи не пугают Шахрияра Мамедьярова. Ладья Х1 шах, король Ж3, шаха на поле Е1 нет, ферзь Ж1, ферзь бьет Е6. Ферзь Х2 шах, король Ф2, ферзь Ж1 шах, король Х2. На ничью Шахрияр Мамедьяров как будто бы согласен, но после ферзь Х4 он решает поиграть, попробовать на победу. Играет король Х4, очень смело. Ферзь бьет Ж2, Уэс Лисо ничего не боится и забирает, грозит мат в один ход. Но тут после ферзь Ф5 шах, все равно все заканчивается вечным шахом. Король Х8, ферзь Ф8 шах, король Х7, ферзь Ф5 шах, и дальше соперники просто согласились на ничью на 47 ходу. Классическая партия победителя не выявила, поэтому смотрим Армагеддон. Белыми играл Шахрияр Мамедьяров, черными играл Уэс Лисо. Партия смерти Армагеддон у азербайджанского гроссмейстера 10 минут, у американского гроссмейстера Уэс Лисо 7, и черных устраивает ничья. Разыграно английское начало, симметричный вариант. После Д5, ЦД, ЕД вот здесь Шахрияр Мамедьяров как будто что-то перепутал, поскольку сыграл Б4 сразу, и выясняется, что этот ход практически проигрывает партию. Обязательно белым нужно было включить ход Д3, чтобы не было хода слона Ф5 с нападением на ладью. Теперь же Б4 торопится Шахрияр Мамедьяров, и после слона Ф5, ладя Б2, Д4 играют черные и захватывают инициативу. Конь А4, но вот здесь черные тоже ошибаются, играет ЦБ. Очень сильно было сыграть Ц4, и дальше черные просто играют Ц3 и Ц2 грозят. У них мощнейшие слоны, которые, как мы видим, обстреливают всю доску. Например, рокировка, рокировка, и дальше уже Ц3 стоит на повестке дня. Но после коня А4 ЦБ сыграл, Уэслисо, АБ, Б5, конь Ц5, конь Д5, напали на пешку на поле Б4, и тут рокировка ошибается снова Шахрияр Мамедьяров. Можно было сыграть А5 и на Ж5 найти мощный ход Е4 с вилкой на коня и на слона, ДЕ ход вынужденный, тогда ДЕ, и после рокировка играем рокировка. Тут очень сложная позиция, Е4 грозит, взятия на поле Б2 не боятся белые, потому что слон будет очень мощный и сверлить по большой диагонали. Позиция чрезвычайно сложная. Итак, рокировка. Вполне человеческое решение, но теперь так же думает и Уэслисо, играя рокировка. В то время как можно было спокойно забрать пешку на Б4, и у черных здесь позиция близкая к выигранной. Д3, ферзь Б6, конь Б3, и теперь уже рокировка. Здоровая лишняя пешка и огромные шансы на победу. Итак, рокировка, H5, G5, и находит этот великолепный ход Е4 Шахрияр Мамедьяров. ДЕ, ДЕ, он снова, как мы видим, жертвует качество. Конь бьет Б4, забирает Уэслисо, и после конь Д4 неожиданно позиция уравнивается, так как у белых свой слон начинает играть. Конь бьет Д4, ладья бьет Б4, конь С2, ладья бьет Б5, и начинается очень интересная такая перепалка. Висит ладья, грозит Е4 и выигрыш коня. Поэтому ферзь Д1, ладья Д1, ладья Д8, черные уводят ладью из-под удара, ладья Д5, слон Ж4, ладья Б7, конь Е1, слон Е4, и после слона Ф3, ладья Д, Д7, белые стремятся развить инициативу. Сейчас грозит, например, очень неприятный какой-то ход, конь Е6 типа. Ладья бьет Д7, ладья бьет Д7, ладья С8, контратакуя коня, и вот здесь на 28-м ходу Шахриарма Медиаров очень грубо зевает и проигрывает партию в один ход, играя слона А3. В то время как к ничей приводил ход слона Ф5. Мы просто подставляем коня под бой, но выясняется, что если его забрать, то будет Шах, слон Ф8 и просто ладья бьет Ф8, король бьет Ф8, затем слона А3 со связкой, белые отыгрывают фигуру и получается позиция равная. Итак, слона А3, теперь слон Ф8, вот почему этот ход плохой и выясняется, что на перегрузке белые просто остаются без фигуры. Слон Д5, слон бьет С5, слон бьет Ф7, шах, король Ф8, одна пешка очень слабое утешение со стороны белых, слон Б2 и слон С6. Последний гвоздь в крышку гроба белых, поскольку теперь еще выясняется, что и теряется слон на поле Ф7, так как ладья атакована, если ладья уйдет, то теряется слон. Короче, борьбы не получилось, разгром в 31 ход учинил гроссмейстер Уэсли Со и Шахрияр Мамедьяров Армагеддон проиграл, ну а Уэсли Со одержал победу и получает свою копилку полтора очка. Идем дальше и смотрим следующую пару игроков. Белыми играл на Дербек Абдусаторов, черными играл Фабиана Круана. В этой партии у нас была разыграна испанская партия, берлинская защита, после конь Д2, слон Е6, конь Б3, Б6, конь Ж5, слон Ж4, Ф3, слон Х5. Соперники маневрируют, ну и здесь давайте немножечко промотаем, поскольку партия довольно длинная, соперники здесь маневрировали, черные пытались атаковать на королевском фланге, в то время пока не раскрывая, куда пойдет черный король. Н3, А6, Д4, С5, С3, король Ф8, все-таки Фабиана Круана решает остаться королем в центре, поскольку и на ферзевый фланг уходить бессмысленно, и на королевский, везде позиция вскрывается. Ладья Д1, король Ж7, искусственная рокировка, ферзь Ф2, ладья С8, ладья Д2, ферзь С7, ладья А1, ладья Д8, и Б4 играет на Дербек Абдусаторов, фиксируя ферзевый фланг. СД, СД, ферзь Е7, ладья Д1, ладья Х8, здесь опять же к перевесу приводил какой-то ход Д5, но понятно стремление на Дербек Абдусаторово вскрыть игру. После ферзь Е1, ладья С4, ДЕ, ДЕ, ладья Д6, кажется, что белые захватывают инициативу, потому что они владеют вертикалью Д, нападают на пешку А, но не все так просто. Ладья Д8, ладья бьет Д8, конь бьет Д8, Ж3, АЖ конь бьет Ж3, теперь грозит вилка ходом конь Ф5, поэтому слон Е6, черный держит поле под контролем, ферзь Д2, конь Ф7, и добраться до позиции черных очень непросто. Слон С5, ферзь Е8 и АЖ4, пытается все-таки на Дербек Абдусаторов расшатать оборону, но не получается, ферзь Х8, АЖ5, ферзь Х7, король Ж2, ферзь Х6, король Ф2 и Ж4, черные сами вскрывают игру и хотят разменять ферзей. Слон Е3, ферзь Х8, ФЖ, ферзь С8, и выясняется, что у черных тоже активная позиция, пешка на Ж4 висит, грозит ладья С2 с выигрышем ферзя, слон С5 приходится перекрываться, слон бьет Ж4, напали на ладью, и вот здесь белому лучше всего было сыграть ладья С1, чтобы выменять активную черную ладью. После этого позиция была бы примерно равной, но ладья Ф1 ошибается на Дербек Абдусаторов, слон Х3, ладья Ж1, король Х7, и вот тут ходом Х6 белый просто проигрывает партию. Переоценил свою позицию на Дербек Абдусаторов, понятно, что он хотел сыграть конь Х5 и затем напасть на Ф6 и грозит шаг на поле Ж7, но вот ход Х6 приводит к проигрышу. Вместо него снова надо было играть ладья С1, чтобы разменять эту ладью. После ферзи Ж4, ладья БЦ4, БЦ, Б5, белые прорываются и образуют проходную пешку по вертикали А. Конь Ж5, ферзь Е3, ферзь Ф4 шаг, король Е1, взятие на Ф4 проигрывает в Эншпиле, а здесь после коня Ф3 шаг, король Ф2, можно смело так вот вставать под скрытый шаг, никаких опасных скрытых шагов у черных нет, Конь Ж5, король Е1 и белые здесь держались. Итак, Х6, ферзь Ж4, теперь неожиданно черные сами переходят в контратаку. Конь Ф5, ферзь бьет Е4, съели спокойно пешку и шаг на поле Ж7, выясняется, что ничего белым не дает. Ладья Ж7, король Х8, потому что конь висит с шагом у белых. Конь Е3, белые уводят коня и нападают на ладью, при этом защищаются от хода ладья С2, но конь бьет А6, повисла ладья. Конь бьет С4, король бьет Ж7, слон Ф8, шаг, король бьет Ф8, ферзь бьет А8, шаг, король Ж8 и выясняется, что все это в пользу черных, потому что сейчас у них уже две лишних пешки, висит конь и получается окончание ферзь со слоном против ферзя с конем при двух лишних пешках у черных. Технически выигранная позиция. Конь Е3, слон Ф5, ферзь Х5, слон Ж6, ферзь Х3, Ф5 и когда пешки пошли, все становится ясно. Ферзь Х6, король Ф7, ферзь Х8, ферзь Д4, грозит Ф4, король Е2, Ф4, конь Ж4, Ф3, шаг. И тут сдался Адербек Абдусаторов, потому что забирать нельзя, так как будет шаг на Е4 и теряется ферзь на вскрытом ударе. А с другой стороны, если куда-то король уходит, то здесь уже просто черные матуют белого короля. Или же просто забирают коня, оставаясь с лишней фигурой и абсолютно выигранной позицией. Итак, Фабиано Каруана одерживает победу черным цветом, получает в свою копилку 3 очка и снова удерживает лидирующие позиции. Браво, Фабиано! Я ему, конечно же, аплодирую. А мы с вами идем дальше. Белыми играл Ориан Тари, черными играл Магнус Карлсон. Норвежское противостояние. Смотрим с вами. Классическая партия. Вариант Рассалима, сицилианская защита. Дебют проматываем. Особо ничего интересного нет. Белые построили структуру Мара Ци. Пешки на полях С4 и Е4 надежно контролируют центр. Водя Ц1, вводя Е8, ферзь Д2, Х5. Ну и после ферзь Ф2 начинаются маневры. Черные пытаются прорваться, упростить позицию и им это удается. И в результате всех упрощений получается у нас окончание. Сейчас мы с вами вот увидим, дойдем до этого момента, когда будет тяжелое фигурное окончание. И в этом тяжелом фигурном окончании соперники начнут ошибаться. После ферзь Ж5, король Ж7, вот здесь ходом вводя Е1, Ориант Ри проигрывает партию. В то время как ход вводя Д5 приводил к ничьей. На вводя Ц1 шах, король Ф2, ферзь С2 шах, король Ж3. Король убегает из-под шахов, а на шах на поле Ц7 можно закрыться с шахом на поле Е5. И получается окончание, которое белые держат, так как пешку Б черному не удается выиграть. Но вводя Е1 играет Ориант Ри. Ферзь Д6 следует очень сильный и точный ответ от Магнуса Карлсона. Король Х1, вводя Б4. И после вводя Ц1, вот здесь Магнус Карлсон амнистирует Ориана Таря, своего соотечественника. Играя ферзь Д4, нападая на пешку на Х4. Но этот ход выпускает победу. В то время как к победе приводил такой интересный, сложный ход вводя Ф4. С идеей сыграть ферзь Д4 и напасть на пешку на Х4. С другой стороны грозит водя Ф5 с нападением на пешку на Б5. Например, если сыграть Ж3, то водя Ф5. И сразу же белые проигрывают, потому что висит пешка Ж и висит пешка Б. После водя Ф4 можно сыграть водя Е1 с идеей разменять ферзей. Но здесь ферзь Д4. И проблема в том, что везде пешка на поле Х4 падает у белых. И белые здесь побеждают. Но после хода водя С1, Магнус Карлсон сыграл ферзь Д4. И теперь белые спасаются. Водя С6, водя Б1 шах. Ну, в случае взятия на Х4, там пешка на Б6 падает у черных. Водя Б1 шах, король Х2. Теперь шах на поле Ж1 опять же не страшен, потому что король убегает. Водя Д1. И тут ходом ферзь Ж3 снова Ориентари проигрывает партию. Король Ж3 надо было играть. Тут ошибается и экс-чемпион мира, играя ферзь Ж1 шах. К выигрышу приводил ход ферзь А1 с угрозой водя Х1 мат. Ферзь Ф2, значит водя Х1 шах, король Ж3, ферзь Е5 шах. Ну и на Ф4 ферзь Е7. И выясняется, что пешка на Х4 приказывает долго жить. Ферзь Д4 шах, король Х7. И черные здесь в итоге побеждают. Белым приходится играть Ф5, защищая пешку на Х4. Но тогда здесь черные просто забирают эту пешку. И снова король у белых очень серьезно раскрыт. И здесь белые должны проиграть. Давайте вернемся. После хода Ферзь Ж3, Магнус играет Ферзь Е1 шах. И теперь партия просто заканчивается в ничью. Спустя несколько ходов, король у белых все-таки спрятался. Все разменялось. И партия завершилась вечным шахом. Итак, классическая партия победителя не выявила. Поэтому смотрим партию смерти Армагеддон. Белыми играл Ариан Тарий, черными играл Магнус Карлсон. У белых на 3 минуты больше. У нас была разыграна защита двух коней. После А3 слон Ж4, Х3 слон Ф3, Ферзь Ф3. Конь Д4 играют черные. Ферзь Д1 вынужден играть Ариан Тарий, защищая пешку на С2. С6 теперь играют черные, не пуская коня на поле Д5. Слон А2, Конь Е6. Конь Е2, Д5. После Конь Ж3, Ферзь С7. С3, белые укрепляют центр. Ладья Д8, Ферзь Ф3. Ладья Е8, слон Е3. Слон С5, Конь Ф5. И Ж6 отвечают здесь черные, прогоняя непрошенного гостя. Ферзь Ж3, Конь Аш5. Конь Аш6 шах, король Ж7. И вот тут Ориан Тарий ошибается ходом Ферзь Ж4. Надо было продолжать, значит, пытаться как-то повторять позицию. Но, опять же, вспоминаем правила Армагеддона, что ничья выгодна черным. Поэтому Ферзь Ж4. Но теперь черные перехватывают инициативу. Правда, слон бьет Е3. Также ошибается и Магнус Карлсон. Здесь очень сильно было сыграть Конь Аш, Ф4. С перекрытием. Теперь Конь Атакован на поле Аш6. Ну и позиция получается здесь у черных уже с перевесом. Итак, слон бьет Е3. Конь Ф5 шах, король Аш8, ФЕ, ЖФ. И вот тут Ориан Тарий ошибается, забирая пешкой на поле Ф5. Здесь лучше всего было бить на поле Аш5 коня. Тогда черные сыграют Ф4. Ну и позиция снова получается здесь примерно равной. Но после хода ЕФ выясняется, что это грубая ошибка. Так как теперь черные играют Конь Ф4, защищая Коня на поле Аш5. И после взятия прыгают Конем на поле Аш4. Грозит Вадя Ж8. Пункт на поле Ж2 трещит по швам. И дальше уже все. Пошел обратный накат. Ферзь Х4, Вадя Ж8. Ферзь Ф6, Вадя Ж7. Д4. Конь бьет Аш3 шах. Упала одна пешка. Король Аш1, Конь Ж5. Вадя Е1. Вадя, значит, Д6. Играют черные, добираясь до белого короля. Ферзь бьет Е5. Вадя Аш6 шах. Король Ж1, Конь Аш3 шах. После Короля Аш1, Конь Ф4 шах. Король Ж1. И просто забирает на поле Е5 Магнус Карлсон. Избавляясь из подсвязки. И выясняется, что это конец. Так как если забрать ферзя. Ну, например, ладьё или пешкой. Не важно. То следует ладья бьет Ж2 шах и мат. Иначе здесь белые просто остаются без материала. Поэтому Ориентари признал свое поражение. Итак, Магнус Карлсон одерживает победу в Армагеддоне. И получает в свою копилку полтора очка. А мы с вами идем дальше. Белыми играл Алироза Феруджи. Черными играл Хикару Накамура. В классической партии у нас особо ничего интересного не происходило. Была разыграна сицилианская защита. Вариант Рассалима. Белые задвигают пешки по центру. Черные играют от обороны. Ну и у белых получилась позиция перспективная. То есть у черных много слабостей. Но черные все-таки в итоге все держат. Потому что у них два слона. Но два слона хороши в открытой позиции. А здесь все-таки позиция закрытая. Делать нечего. Соперники не знают, что делать. Начали в итоге топтаться туда-сюда. И на 38-м ходу согласились на ничью. В общем, решили испытать судьбу партии в Армагеддоне. Смотрим. Белыми играл Алироза Феруджи. Черными играл Хикару Накамура. В партии смерти у нас была разыграна итальянская партия. С перестановкой ходов. Слон А7 рокировка. Х6, слон Х4. Рокировка Б4. Белые осуществляют план наката пешек на ферзевом фланге. Ж5, слон Ж3. Король Ж7, слон Б3. Конь Х7, конь Ц4. Х5, намереваясь поймать слона. Х4, Ж4. Конь Д2 и Ф5. Очень смело так играют черные от собственного короля. Но грозят буквально задавить белых. ЕФ, конь Е7. Ф6, шах, конь бьет Ф6. Конь Е3, конь Ф5. Конь бьет Ф5, слон бьет Ф5. Повисла пешка на поле Д3. Д4, ЕД, ЦД. Слон бьет Д4, ладья Ц1. Мы видим, что здесь белые решили пожертвовать пешку, потому что король черных вскрыт. Ну и вот здесь после слон Б2 выясняется, что черные напали на ладью. И здесь белым надо было сыграть слон Ц2. Контраатаковать вот так вот слона. В случае слон бьет Ц1, слон бьет Ф5 действительно открытое положение черного короля могло здесь сказаться в пользу белых. Но после слон Б2 ладья Ц4. Сыгровали Роза Феруджа. Запутался. После Б5 ладья Ф4. Слон Ж6 ладья Е1. Слон Е5. Он окончательно потерял нить игры. Конь Ф1, ферзь Д7. Хикаро Накамур уже просто пока никуда не торопится. Ладья на поле Ф4 попалась. Жертвует качество Али Роза Феруджа. Затем забирает на Ф6. Ну и получается в итоге позиция, где у черных 2 ладьи за 3 легких фигуры. Плюс еще и пешка. Постепенно Хикаро Накамура сумел одержать здесь победу. Просто прорвавшись пешками на ферзьевом фланге. И здесь просто Накамура все съел. Он отдал одно качество назад. Но теперь пешка на Ф3 висит. Пешка А идет. И две фигуры белых беспомощной что-либо предпринять. После король Ж2, король Ж6 играет Хикаро Накамура, защищая пешку на H5. И тут на 43 ходу Али Роза Феруджа признал свое поражение. И Хикаро Накамура одерживает победу и получает в свою копилку полтора очка. Идем дальше. Белым играл Дамараджу Гукеш, черным играл Аниш Гири. В этом поединке у нас также в дебюте ничего интересного не происходило в классической части. Получилась довольно-таки спокойная позиция. Из ферзьевого гамбита славянской защиты. Ну и быстренько все поменялось. Перешли соперники в Эншпиль. Давайте здесь промотаем. Поскольку ничего интересного здесь не происходило. В результате черные пожертвовали пешку. Но при этом у них пешка Ж проходная своя. Получается окончание кони-слон с двумя пешками против коня и слона против одной пешки. Материала очень мало и при правильной игре это ничья. Король бежит у черных на помощь. И в результате черные очень все точно посчитали. Конь переводится на поле G5, чтобы пойти на поле H3 и провести пешку ферзи. Ну и дальше белые пешки никуда не проходят. И просто партия заканчивается в ничью. На 58-м ходу соперники заключили мирное соглашение. И смотрим с вами партию смерти. Белым играл Дамараджу Гукеш, черным играл Аниш Гири. В этой партии, в партии смерти у нас была разыгнана сицилианская защита. Вариант Найдорфа. После слон Е7, слон Е3. Слон Е6, конь Д5. Конь Д7, ферзь Д3. Брокировка А4. Белый захватывает пространство на ферзьевом фланге. Слон Д5, ЕД. Конь С5, конь БЁ С5, ДС. И С4. Белые укрепляют центр. Е4, ферзь Д2. Слон Д6, А5. Белые захватывают пространство и на ферзьевом фланге. И у них перевес. Ферзь С7, А4. Конь Д7, Ж4. Начинает Дамараджу Гукеш вот такую вот атаку. Владя Е8, А5. Конь Е5, король Д1. Белые, как мы видим, отказываются от рокировки. И вот тут Анижгири ошибается ходом Ф5. Здесь надо было сыграть конь Ф3. На слон бьет Ф3, ЕФ. Дальше поставить Владю на поле Е4. И, например, дальше пытаться упростить позицию ходом слон Ф4. Получалась позиция вполне безопасная для черных. Итак, Ф5, ЖФ. Владя бьет Ф5, король С2. Белые увели короля в безопасное место. У них два слона. И позиция вскоре, сейчас мы с вами увидим, начнет скрываться. Владя Б8, Владя А4. Пешка на поле Е4 упала. Б5, ЦБ. АБ Владя бьет Е4. После Ц4, А6. Образовалась очень опасная пешка у белых. Конь Д3, А7. Ну и она пошла. Владя А8, слон Ж4. Владя Е5, слон Е6. Шах, король А8. Владя бьет Е5, слон бьет Е5. И теперь просто ферзь А5. Предлагая размен ферзей и нападая на пешку на поле Б5. Ферзь Е7. Ферзь бьет Б5. А6. Ферзь бьет Ц4. И белые просто все съели. Конь Б4, шах. Король Д2. Слон Д6, король Е2. Ферзь Е8. Владя А1. Защищая пешку на А5. Ферзь Ф8. Владя А3. Ферзь Е8. Король Ф1. Белые увели короля в безопасное место. Очень интересный на самом деле получился маршрут короля, когда он сначала промаршировал на поле С2, а затем ушел назад. Ферзь А4, король Ж2. И в итоге нашел уютную стоянку на королевском фланге. Ферзь Д1. Владя А1. Ферзь А4. Слон бьет А6. Следует решающая жертва. Если брать, то там шах и мат в несколько ходов прилетает. Черным король слишком раскрыт. Ферзь бьет А7. Наконец-то черные вынимают занозу. Но слишком поздно. Слон Е3. Ферзь Е7. Аж 6. И все. Начинается смертельная атака. Ж6, А7, припечатывая черного короля, грозит слон Д4 шах. Слон Е5, ферзь Е4. Слон Ж7, Д6. Атакуя Владю и ферзя. Ферзь Е8, Д7. Пешка прошла уже чрезвычайно далеко. Ну и после ферзь Б8, Владя Ц1. Здесь Анижгири признал свое поражение, поскольку Владя идет на поле Ц8. И белые легко побеждают. Итак, Дамараджу Гукеш одерживает победу. И получает в свою копилку полтора очка. А мы с вами, друзья, посмотрели все поединки. Сегодня у нас было сыграно 4 Армагеддона. И только одна партия завершилась результативно в классическое время. На экране вы сейчас видите результаты участников шестого тура. И турнирное положение участников после шести туров. Смотрите, ознакомливайтесь. Но у меня на сегодня все. Друзья, если обзор вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в Телеграм, первая ссылочка в описании, чтобы не пропустить ничего интересного. Для вашего удобства, когда вы дождетесь конечных заставок, слева от вас будет на экране обзор предыдущего тура супер-турнира, который сейчас вы можете наблюдать на моем канале. Справа же будет обзор следующего тура, также который вы смотрите на моем канале. Все сделано для вашего удобства, чтобы вы не потерялись и посмотрели весь супер-турнир целиком от первого до последнего тура. В первом и последнем туре, поскольку предыдущих и последующих туров не будет, умный алгоритм Ютуба подберет для вас какое-нибудь интересное видео, исходя из ваших предпочтений на моем канале. Надеюсь, что вы это оцените. Делитесь этим видео, пишите ваши комментарии, буду рад обратной связи. С вами же был Олег Саламаха. Играйте в шахматы, любите шахматы, и увидимся на обзоре следующего тура или же следующего супер-турнира. Пока!